Всем привет, с вами Encrypted и сегодня мы поговорим о проекте из социал файл сегмента, а именно о форкастере. Рассмотрим базовые метрики, расскажем кто стоит за проектом и конечно же покажем доступные активности. Погнали! Давайте сразу внесем ясность и разберемся в чем разница между форкастером и в рабкастом. Ведь иногда у пользователей возникает некая путаница, так как даже перейдя, казалось бы, на официальный сайт форкастера, вам почему-то предлагают скачать приложение именно в рабкаст. Дело в том, что форкастер является децентрализированным протоколом, на базе которого могут быть развернуты различные социальные сети с внедрением блокчейн-технологий, благодаря которым пользователь имеет полный контроль над собственными данными, аудиторией и контентом, которым они делятся. А сам в рабкаст является флагманским продуктом и социальной сетью команды форкастер. Больше всего он напоминает некий твиттер, но с глубокой интеграцией блокчейн-технологий и, конечно же, нацелен в основном на крипто-аудиторию. Именно с ним далее мы и будем взаимодействовать. Что касается команды, тут все действительно хорошо, ведь за проектом стоят бывшие сотрудники биржи Coinbase Дэн Ромеро и Варун Шренива-Сан. А всего им удалось привлечь 180 миллионов от Paradigma, Adreson Horvice, H16Z, Coinbase и других фоундейшн. Также следует отметить, что команда проекта не раз говорила уже всеми нам знакомую фразу, что токена не будет, рассчитывайте на дроп и так далее. Правда это или же они так хотят отсеять так называемых сибилов? Непонятно. Но точно знаем, что ранние и активные пользователи уже не раз получали дроп от так называемых экосистемных проектов. Так, проект Degen раздавал дроп активным участникам своего сообщества внутри Врабкаст. Или же проект Spectral, который проводил дроп для пользователей, сделавших больше 10 постов и или набравших на своих постах более 10 лайков. И это только самые громкие дропы, на самом деле их было намного больше. Так как Врабкаст является непосредственно социальной сетью, то вам потребуется создавать контент, подписываться на других пользователей, ставить лайки. В общем, делать то же самое, что вы делаете в других социальных сетях. Давайте перейдем непосредственно к интерфейсу. Первое, что вам потребуется сделать, это, конечно же, зарегистрироваться. К сожалению, зарегистрироваться в данном приложении можно только с помощью мобильного устройства. Вы можете пойти двумя путями. Либо же на официальном сайте Форкастера, отсканировать QR-код, после чего установить приложение на свое устройство. Либо же перейти по ссылочке из описания к данному видео, ввести сюда свой email адрес, после чего вам придет на него invite-код, перейдя по которому вы сможете установить приложение. Далее потребуется пройти стандартную регистрацию. В принципе, ничего такого, указать свои предпочтения и заполнить свой профиль. Указать био, аватарку и так далее. Единственное, что следует отметить, это два аспекта. Первый, это, к сожалению, подписка платная. Да, вам придется платить примерно 6 долларов, чтобы получить доступ к приложению на год. Второе, не забываем, что это все-таки Web3, поэтому обязательно сохраняем свою сет-фразу в надежном месте. Далее вы можете либо продолжить с мобильного устройства, если вам удобно, либо же перейти на сайт в Рабкаста, нажать Syncap, отсканировать внутри своего приложения данный код и перейти на десктоп-версию. Нам такое взаимодействие кажется удобнее, поэтому мы продолжим именно так. Впервые попав на страницу данного протокола, если вы давно пользуетесь Твиттером и подобными социальными сетями, вам все плюс-минус должно быть понятно. Ну а мы коротко пройдемся по главным аспектам. CGS Follow — это условные инфлюенсеры, пользователи, на которых вы можете подписаться. Обычно они предлагаются, исходя из ваших предпочтений, выбранных ранее. CGS Channel — это условные сообщества по интересам. То есть здесь может отображаться как сообщество самого проекта, например, Zora, либо может отображаться сообщество по какой-то определенной тематике, то есть дигент тематики, авто тематики и так далее. Слева вы найдете знакомую менюшку, если пользовались тем же Твиттером. Но есть пару аспектов, на которые хотелось бы обратить внимание. На самой вкладке Home вы видите условных четыре подвкладки. Первая — это посты от людей, на которых вы подписаны. Трендинг — это то, что сейчас в тренде. И Frames — это условные вырезки сайтов. Здесь нужно быть немножко аккуратно, потому что здесь могут быть как безобидные опросники, так и всякие менты, ссылки на сторонние сайты и так далее. Всегда внимательно переходите по ним, потому что все мы помним обилие скамеров, дрейнеров и так далее. Второе, на что хотелось бы обратить ваше внимание — это Wraps. Wraps — это условная внутренняя валюта WrappCast. То есть за них вы можете получать доступ в определенные каналы, типать пользователей за хорошие посты. За них можно создавать инвайт-коды, чтобы отправить другу, и он бесплатно зарегистрировался в данном приложении и так далее. Вкладка Profile — все стандартно. Единственное, что мы советовали сделать — это нажать Edit Profile и подключить свой кошелек. Доступны как EVM, так и Solana. Единственное, что все-таки протокол ближе к EVM-сетям, Base и так далее. Поэтому для начала лучше подключить именно EVM-кошелек. После того, как вы базово ознакомились со всеми функциями данной социальной площадки, первое, с чего можно начать — это, конечно же, наполнить свою ленту. То есть подписаться на каналы и на каких-то инфлюенсеров. Со вторым будет немножко сложнее, поскольку вы не знаете, кто про что пишет и так далее. Поэтому можно просто подписаться на канал Условной Зоры, смотреть, кто что и о чем пишет, и уже подписываться на них. Второй вариант — это найти людей, которых вы читали в Твиттере, и просто подписаться на них только уже в Робкастере. Тот же Виталик Бутерин, условно, ну и так далее. Далее вы можете писать посты. Единственный момент — их нужно делать максимально качественные. То есть не писать, а бы что, потому что, хоть и внегласно, но в проект интегрирован условно-искусственный интеллект, который может воспринять ваш спам как за активность бота и просто не ранжировать ваш профиль. На вас не будут подписываться, вы не будете видеть, кто на вас подписан и так далее. Максимально пытаемся делать интересные посты, взаимодействовать лаконично и так далее. Что касается подписок и как их набрать. Тут есть два варианта. Либо вы пишете в условно-тематические сообщества, взаимные подписки и так далее. Либо же вы создаете какой-то контент и публикуете их в каналы. Условно, канал пройду, вы постите пройду, и люди на вас подписываются. Единственное, хотелось бы сказать, что, наверное, не стоит прибегать к первому методу, так как все это можно трекаться, и ваш аккаунт может быть также занесен в условный блэклист и не ранжироваться. Еще один интересный механизм, который ввела недавно команда — это стрики. Здесь вы просто выбираете канал, который вам интересен, и ежедневно пишете туда какой-то пост, набирая стрики по активным дням. Далее все взаимодействие будет плюс-минус одинаковым. Вы делаете интересные посты, на вас подписываются, вы подписываетесь. Та же самая активность, что и в Твиттере, только теперь в Рабкастере. Также следует упомянуть, что у проекта есть собственная нода, то есть вы ее можете установить, чтобы поддерживать работоспособность данного дапса. Все это лучше делать по официальному гайду. Ссылочку, как всегда, сможете найти в описании. Если вам какой-то из аспектов непонятен, вам нужны какие-то более точные инструкции, текстовый гайд также сможете найти в описании к данному видео. А мы переходим к заключению. Согласно публичного дашборда, опубликованного на Дюне, тут важно отметить, что не всегда он бывает на 100% верным, но косвенно на него можно опираться. Всего зарегистрировано пользовательной площадке около 600 тысяч. Консервативно можем предположить, что действительно активных из них где-то около 400, поэтому сравнивая с другими тир-1 проектами, в данном не такая уж и большая конкуренция. Также важно помнить о заявлениях от команды о том, что токена не будет. Даже если это действительно так и планов по запуску нет, то при сбережении тенденции дропов от экосистемных проектов, в принципе, нас как сообщество и вас, скорее всего, они не разочаруют, так как действительно раздают приемлемые, а в некоторых случаях и внушительные суммы. С вами были Encrypted, не забывайте проводить собственный ресерч. Всем пока!